Россияне атаковали Сумскую область новым типом бомб. Как сказал глава областной военной администрации Владимир Артюх, они имеют двигатель и летят в два раза дальше и точнее. Военные идентифицировали такой боеприпас, как гибрид между бомбой и ракетой. За счет того, что устройства, комплекты придаются обычным авиационным бомбам, эффективность и значительно увеличивается, в первую очередь по точности, а прием это и в западных средствах, если добавляется двигатель, значит и увеличивается дальность. Это серьезная проблема, и ее надо решать в первую очередь. Ее можно решать по уничтожению бомб на земле, то есть бить по складам, это одно направление, средства нужны для этого. Второе – бить по аэродромам, где находятся носители и те же бомбы. Это второе направление. И третье – уничтожать в воздухе носители с этими бомбами. Для этого нужны зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности. Тем временем на фронте, в частности на Лиманском направлении, армия захватчиков пыталась атаковать позиции украинских войск вблизи Невского и Макеевки. Но боестолкновения завершились без успеха для противника. На северском направлении армия РФ пыталась найти слабину в обороне украинской армии. Вблизи Белогоровки и Выемки российские оккупанты провели несколько атак, но получили жесткий отпор. Торецк – захватчики продолжают подвергать авиабомбардировкам. На Покровском же Плацдарме идет треть всех боев. Он остается одним из самых напряженных участков фронта. Противник пытается потеснить украинских защитников в районах Гродовки, Желанного и Александрополя. Постепенно некоторые части оттягиваются с фронта. Прежде всего, это с северо Харьковской области. Но есть и те части и подразделения вооруженной СССР, которые оттягиваются из других участков фронта. В частности, с южного участка, с Донецкого участка. Это отдельные батальоны, полки, сводные подразделения, которые перебрасываются в том числе и в Курскую область. Ювелирную работу операторов ударных дронов полка «Цунами» бригады «Людь» показали в национальной полиции. Российские оккупанты пытались спрятаться от украинских беспилотников. Однако на кадрах видно, как после прицельных ударов россияне, не успевшие спрятаться, получили ранения, отмечают полицейские. Тем временем украинская разведка потопила еще одно российское судно в Крыму. В ночь на 9 августа морской дрон «Магура» охотился на скоростной катер типа «Тунец». Еще три судна россиян повреждены. Их тип уточняется. Российские оккупанты используют эти скоростные транспортно-десантные катера для патрулирования акватории Черного моря и логистики. Также украинские военные нанесли удар по газовой вышке в акватории Черного моря, где размещались российские военные и техническое оборудование для разведки. Об этом рассказал спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, захватчики использовали эту локацию для того, чтобы подавать ложные сигналы GPS. По данным Плетенчука, противник забросил на вышку оборудование и до 40 человек личного состава. Сооружение уничтожили бойцы береговых ракетно-артиллерийских войск ВМС Украины. Российский Черноморский флот закупорился на своей базе в Новороссийске. По всей видимости, уже ему топлива не хватает, поскольку очень целенаправленно наносились удары непосредственно по нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтебазам юга Российской Федерации. Все эти объекты, нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, безусловные аэродромы, безусловно склады с боеприпасами, безусловно, что это законные военные цели, которые должны уничтожаться. Российские военные в связи с активностью ВСУ на фронте усиливают защиту Керченского моста. В частности, подтянули поближе дополнительные системы ПВО, а также выставляют в два ряда баржи и забивают сваи, боясь атак украинских морских дронов. Об этом информирует партизанское движение «АТЭШ». Кроме того, участники подпольного сопротивления на временно оккупированных Россией территориях обнаружили базу ПВО на мысе Фиолент, которая обеспечивает воздушную оборону Севастополя. Эта информация имеет ключевое значение для планирования дальнейших действий вооруженных сил Украины, говорится в сообщении движения. Тем временем Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1160 российских военных. Всего же с начала полномасштабного вторжения РФ потери армии захватчиков составили более 589 тысяч. Также украинские военные уничтожили 7 российских танков, 9 боевых бронемашин, 60 артиллерийских систем, 1 РСЗО и 2 системы ПВО. Кроме того, Силы обороны Украины сбили 47 БПЛА и 1 крылатую ракету, а также поразили свыше 100 единиц автомобильной спецтехники и цистерн с топливом.